20 случаев бешенства зарегистрировали за последние полгода в Нижегородской области. При этом в Сарове таких фактов не было давно. Но это не повод пренебрегать профилактикой. Даже здоровое домашнее животное может стать жертвой этой страшной болезни. И спасти любимца уже не получится. Это смертельное заболевание, оно, к сожалению, не поддается лечению. Поэтому также животное может укусить и заразить человека. И, к сожалению, эффективного лечения против бешенства нет. Многие владельцы пренебрегают прививками, ссылаясь на то, что их питомец не выходит из дома. Но, по словам ветеринаров, заразиться может любое животное, независимо от того, гуляет оно на улице или нет. Самым эффективным способом борьбы с бешенством как для животных, так и для людей, остается вакцинация. По госзаданию у нас есть 2500 доз бесплатных вакцин, которые вы можете прийти в любое время, привить животное от бешенства ежегодно. Есть на платной основе, но это уже, как правило, комплексные вакцинации, там еще и дополнительные заболевания, они уже на платной основе. Ветеринары предупреждают, что владельцам важно следить за поведением питомца. Если животное начинает нетипично себя вести, будь то чрезмерная ласка или, наоборот, агрессия, это может быть признаком заражения бешенством. С животным, к сожалению, здесь гораздо сложнее. Эффективного лечения вообще не разработано, как бы ни было. То есть здесь только карантин и смотреть. Если, слава богу, животное было не заразно, но не заболело, допустим, при укусе безнадзорного животного или лисы и дикого животного, десятидневный карантин, в случае управления клинических признаков бешенства, то есть слюнотечение, водобоязнь и агрессивность животных подвергают эвтаназии. Если вас или вашего питомца укусило безнадзорное животное, то нужно срочно обратиться за медицинской помощью в первые 24 часа после укуса. Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова